Навальный бьет по самому важному капиталу политическому Путину. Это доверие населения, которое там держалось много-много лет, и которое он благодаря пропагандистской машине создал. Теперь это доверие огромными кусками Навальный у него отдирает. Более того, он же потренировался на его соратнике. Помнишь, как он практически одномоментно уничтожил любую репутацию он и капитал Медведева? Он вам не Димон? Более того, Медведев на что рассчитывал? Где его была целевая аудитория? Такие типа молодые, продвинутые, хипстеры думали, ну Путин старик такой, знаешь, ретроград, ФСБшник. А вот молодой юрист Медведев, который и танцует хорошо, и с гаджетами дружит, и в Твиттере пишет, да. Все, и он перестал существовать. После он во мне Димон, и очевидно, ход, который уничтожает Путина, да, он заготовил как раз на вот серьезные времена, а не на Сталин. На черный день, так называемый, да, припас. Самый важный капитал. И мы сейчас видим эту драму, которая в России развивается в виде этого. То есть, безусловно, Навального могут несколько лет подержать в тюрьме. Скорее всего, так и будет. Но смотри, мы же видим, что произошло с батькой. Батька так много лет держался, потому что у него действительно был репутационный капитал. Все говорили, лишь бы не было войны. Ладно, он там, конечно, не идеальный. Он подозревается в физическом уничтожении каких-то своих там оппозиционеров, но ведь он держит стабильность, да, и так далее. Теперь его ненавидит вся Белоруссия. Во что это превратится? Ну, самые непредсказуемые последствия. Это персона нон-грата. В какой-то момент действительно, смотри, какой есть звоночек. А ведь начали сливать уже разговоры, внутренние разговоры, когда офицеры КГБ белорусского, да, ведут внутренние разговоры между собой. Это означает, что даже у самих силовиков внутри есть оппоненты, которые сливают эти разговоры. А все очень просто. Как бы тебе сказать? Ты готов служить до последнего человеку, который для тебя все-таки должен являться каким-то моральным авторитетом. Правда? А когда ты понимаешь, что человек жирует неадекватно, ну, просто неадекватно, то есть у него не просто хороший дом, у него болезненное отношение к богатству. То есть он захватил территорию больше города Геленджик, чтобы просто там быть одному. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова